О необходимости проведения выборов в 2015 году расскажут сегодня политологи, журналисты и общественные лидеры. Люди, чьей профессией являются прогнозы крупнейших политических событий, их экономические и социальные последствия уже обозначили свою позицию. Моя коллега Лилия Шаймарданова выслушала специалистов области политики и узнала, насколько, на их взгляд, необходима президентская избирательная кампания в этом году. Эксперт и аналитик Марат Шибутов инициативу Ассамблеи народа Казахстана считает политически обоснованной. Говорит, есть ряд очевидных аспектов и прежде всего международная обстановка, которая требует мобилизации и общества, и госструктур. Во-первых, это масштабный экономический кризис и с этой точки зрения нашей власти, так скажем, в общем, нужно снова подтверждение легитимности, так скажем, получения снова мандата на доверие. Выборы президента могли бы быть определенным индикатором. Экономическая составляющая – один из важнейших аспектов развития всей страны. Возможные выборы – это еще и одобрение жителями Казахстана курса развития страны. Главный редактор энциклопедии «Кто есть кто?» Даниэр Ашимбаев внимательно изучает обстановку внутри страны. Он считает, что электоральная кампания могла бы стать неплохим подспорьем для реализации важнейших экономических программ. Усложняется внешнеполитическая ситуация. Есть мировой кризис, который Казахстан затронул непринципиально, но достаточно серьезно. И в этих условиях, проведение выборов сейчас, способствовало бы подтверждению правильности политики главы государства. Инициативу Ассамблеи известный журналист, главный редактор информационного портала «Абайки и Зет» Даурен Куат называет требованием времени. Его портал отслеживает важнейшие события Казахстана. Мировой и настоящий руководитель сайта называет нестабильным, а значит, по его мнению, кроме чисто экономических мер, нужны и другие инструменты по сохранению стабильности. Я лично считаю, что обращение АНК к обществу, к общественным институтам, институтам государственной власти, всему казахстанскому народу, на самом деле возникло из необходимости. Потому что в такое сложное время, когда в мире нарушился баланс, происходят перемены. Я думаю, что народ единогласно для достижения одной цели сможет показать единую силу и объединиться. Конечно, в ближайшее время будет принято решение относительно инициативы АНК. Затем, я думаю, политическая кампания, которая пройдет в нашей стране, завершится с хорошим результатом. В том, что контролировать ситуацию нужно ежесекундно, Бахаджан и Вертаев знают, как никто другой. Главное достояние страны – это мир, который важно передать детям. Генерал, представитель общественного объединения ветеранов, посчитал нужным заявить, что сейчас проявить гражданскую позицию должен каждый. Выборы – одно из важнейших проявлений демократического общества. И лично участие каждого гражданина в этом процессе решить, каким будет будущее нашей страны. Делая этот шаг, мы в значительной мере влияем на то, будут ли реализованы все начинания главой государственной меры. Меры по развитию экономики, социальной сферы, по дальнейшему росту зарплаты, пенсии и стипендий. И сегодня же в Астане инициативу ассамблеи прокомментировали представители еще одной внушительной организации. Всемирная ассоциация «Казаха» представляет интересы пятимиллионной армии наших соотечественников, которые проживают за пределами нашей страны. Мы поддерживаем предложение о проведении выборов, считаем в это трудное время. Мы должны сплотиться вокруг лидера нации, выйти с этого кризиса с успехом и дальше, как говорится, шагать семимильными шагами. И еще одно заявление, теперь уже от экспертного института по зеленой экономике. Коалиция «Джиглобал» реализует в стране современные умные технологии. Проведение международной выставки Эксподы 2017 в числе важнейших задач коалиции. И то, что Казахстан впервые проводит подобную выставку на постсоветском пространстве – еще одно доказательство авторитета страны, который никак нельзя потерять. Казахстан в тех условиях стал одной из немногих стран мира, которые сохранили положительную динамику экономического роста, не допустили снижения занятости и при этом выполнили все социальные обязательства. Большинство экспертов считают, что выбрать президента нужно именно в этом году. Инициатива о проведении кампании – это не прихоть, а ответ на современные вызовы. Насколько он будет эффективным, пока спрогнозировать сложно, но представители общественности уверены, что, судя по реакции населения и институтов, люди готовы принять решение.